И в заключении отличная новость из Караганды. Теперь студенты этого города могут прогуляться по окрестностям Лондона, Парижа и Мадрида и поговорить с носителями языка, не выезжая из родного города. И все это благодаря проекту местных айтишников. Об этом и других уникальных стартапах этого региона расскажут мои коллеги. Карагандинец Адиль Хамид вместе со своей командой разработал приложение на основе искусственного интеллекта. Так обучающиеся погружаются в виртуальную реальность, где можно в увлекательной форме познавать английский, казахский, русский, китайский, французский и испанский языки. А заодно и выучить уроки, подтянуться по школьным предметам. Для этого достаточно надеть специальные очки, как говорят разработчики проекта, чтобы погрузиться в виртуальную реальность. Сейчас у нас виртуальное обучение по 13 дисциплинам. Это считается иностранные языки, в том числе казахские языки. Есть и виртуальные лаборатории по разным дисциплинам. Это физика, химия и так далее. Все это у нас уже разработано и внедрены более 30 школам в Казахстане. На грант Акима области были приобретены очки виртуальной реальности. Для развития разработки сейчас ребята подали заявку на грантовое финансирование Министерства науки и высшего образования. Пока же свою разработку тестируют на базе Карагандинского технического университета. Наша кафедра стала экспериментальной площадкой. Для преподавателей это хорошая помощь и студентам становится интереснее. Изучать любой язык намного проще, когда погружаешься в среду, познаешь культуру. Эта разработка как раз и дает такую возможность. Благодаря данным проектам создаются новые рабочие места. Молодые предприниматели, стараясь реализовать свои бизнес-идеи, иногда у них в ходе процесса возникают какие-то идеи о том, как можно было бы перенести эту модель на какую-то другую сферу. И далее они уже стараются их реализовать при помощи других мер государственной поддержки. Всего в Карагандинской области полсотни подобных стартапов получили поддержку от государства в этом году. Хотя заявок было более трехсот. В Акимате подчеркивают, важно, чтобы проект решал сразу несколько задач, в том числе трудоустройство молодежи.